На верхнюю грань давит вот этот столб жидкости. Обозначим, например, какая-нибудь сила F1. У сотрудников РФСВНЕФ, Ирины Гусихиной и Вероники Комрачковой идея создать образовательный проект для детей возникла давно. Но реализовать её долго не получалось. Тогда коллеги решили попробовать заявиться на грантовый конкурс от Росатома. Удача им, наконец, улыбнулась. И в Сарове стартовал проект «Атомные дети», направленный на формирование у школьников интереса к инженерной деятельности и овладение техническими знаниями. У нас будут проходить разные мероприятия, в том числе еженедельные занятия по физике и математике. В основном это будут углубленные занятия по предмету для мотивации, для того, чтобы детям больше и интереснее раскрыть предмет. Перед началом занятий прошли отборочные вступительные испытания, на которые пришли очень много желающих. Изначально организаторы хотели набрать в группы 50 человек, а в итоге сейчас занимаются около 100 школьников с 4 по 11 классы. Для этого открыли две дополнительные группы. Преподаватели проекта – сотрудники РФАЦВНИЕВ. Терехин Антон Владимирович – это репетитор по математике. Пенягин Иван Владимирович – репетитор по физике. Я Ирина Гусихина и моя коллега-соратница по проекту Камрачкова Вероника Юрьевна. В рамках проекта школьники 4-11 классов углубленно занимаются физикой и математикой, разбирают олимпиадные вопросы, головоломки и задачи с повышенным уровнем сложности. При этом педагоги стараются сделать занятия увлекательными и наглядными, чтобы каждый ученик усвоил материал. Также в рамках гранта у нас будут проходить очень интересные мероприятия. У нас будут инженерные праздники, у нас будут брейеринги совместные с родителями. Также мы планируем поездку в Москву, на ВДНХ, в центр Росатома и обязательный экспериментариум, чтобы показать детям физику во всей ее красе. Параллельно дети познакомятся с историей советского атомного проекта и биографиями выдающихся ученых. Проект «Атомные дети» будут реализовывать по сентябрь. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.